Всем привет, меня зовут Ксения, и сегодня я расскажу о своем разгоне депозитов 16 долларов 8,5 раз. Напомню, эти 16 долларов мне капнули с партнерки, поэтому я ничего в принципе не вкладывала и не теряла. В этом видео я расскажу о своих наблюдениях, о том, какой метод я использую в разгоне маленьких депозитов на фьючерсах, поэтому досматривайте это видео до конца. Если вам интересен трейдинг, подписывайтесь на мой телеграм-канал. А также напоминаю, что у меня есть обучающий курс в телеграм-канале, платный, и в случае, если вы по этому курсу, по этим шагам, о которых я там рассказываю, и по этой стратегии, о которой я там рассказываю, не приходите к положительному результату, то я возвращаю деньги в двойном размере. Но сразу говорю, что просто так там купить, не пройти, написать, что у вас не получилось, не выйдет, то есть вы должны все по конкретным шагам сделать. У меня есть в главе торговая система, у меня есть дофигища просто опыта, и весь этот опыт построен как раз-таки на этих шагах. Если вы хотите, конечно же, на трейдинге зарабатывать. Если вам трейдинг не интересен, то нафиг вам этот курс не нужен. Так, в общем, смотрите, вот. Блин, без очков ни хрена не вижу. Грязный, ну да пофиг. Вот, смотрите, начинала я с 16 долларов. Здесь открыла первую сделку в шорт, то есть на понижение, потому что увидела голову и плечи. Вот плечо, вот голова и вот плечо. То есть я увидела, что этот уровень будет пробивать. И сделку я закрыла вот уже у такой поддержки. Мне казалось, что цена и дальше пойдет пробивать, но здесь я думала, что будет отскок, и поэтому думаю, ну, закроюсь с маленьким плюсом, потому что 5,5 долларов для депозитов 16, это, заметьте, 30%. Потом открыла еще одну сделочку, думаю, ладно, дальше потоплю. И думаю, не, нафиг надо. Начала искать другие ситуации. Опять зашла в шорт. Открылась там с плюсиком сколько-то центов. Следующая монетка, следующая сделка. Опять увидела, что цена пробивает поддержку, что идет вот такой вот нисходящий тренд, то есть цена развернулась, был восходящий, и пошло вот это движение. Раз, два, три и так далее. Здесь закрылась вот, смотрите, вот здесь, в плюсик около 7 долларов. Следующую сделку закрыла в минус 2,5 доллара. То есть увидела, что вот от данной зоны поддержки пошел откат, и неизвестно, докуда этот откат будет. А с учетом того, что я торговала на больших плечах, все это достаточно опасненько. Следующую сделку уже открыла вот здесь, на пробитии. То есть уже видно, что цена прям конкретно продавливала этот уровень, и что у нас есть вот такой вот горизонтальный уровень, к которому она стремится. И в принципе больше у нее никаких здесь препятствий нет. То есть по факту и по сути нигде не должно было быть разворота. А, и эту сделку, кстати, я закрывала с телефона, потому что мне нужно было идти на пробежку в приложении Степан. И в принципе она до этого уровня и дошла. То есть стейка я не дождалась. Это был первый день. Дальше второй день уже начинала с 33 долларов. Здесь уже открывала сделку на пробитие сопротивления, то есть на повышение. Закрыла ее с небольшим минусом. Следующая сделка была уже в плюс 7 долларов. То есть вот так вот мало-мало я ее набивала. Так, ну эту сделку вы у меня видели. Вот, она у меня закрылась в 20 долларов. Я как раз тоже про Степан записывала. И зафиксировала день. У меня на счету уже было 53 доллара. Так красиво, так прикольно за этими экранчиками наблюдать. Вот, 53 опять, видимо, бакс накапал у меня с партнерки. Самый классный вообще день, самый крутой. Куча у меня эмоций было. Здесь у меня была всего одна сделка. На 50-м плече. Я увидела, что здесь голова и плечи. Кидала к себе в закрытый чат в телеге. В закрытый чат у меня там находятся люди, кто покупал курс. Вот, и по желанию я добавляю в закрытый чат, где мы общаемся, они задают вопросы, там обсуждаем идеи всякие. Вот, я кинула туда, что, ой, вот, пока не очень идет. Но посмотрите, как эта сделка себя отработала. Запомнили, да? Начинала с 54 долларов. И она шла, шла. Я провела вот такой уровень. И посмотрите, цена прям возле него тусовалась, тусовалась, отбивалась. И потом пошли вот эти свечи, которые, блин, достаточно долго были за уровень. Она такая, блин, что-то не то. И все. Четко. Плечико, голова, плечико. Кривовато, но прикольно. И тут буквально одним импульсом, просто одной свечой у меня сделочка закрывается по тейку. То есть, по факту, у меня на счету 124. С учетом того, что начинала я с 54. Эту сделку я была практически уверена. Потому что еще, посмотрите, вот. Здесь вот такой вот уровень сопротивления, то есть зона сопротивления. И цена уже максимально была высоко. Кстати, тогда у нас торговался GMT на уровне 2,4. Сейчас он уже торгуется на уровне 3,6. 50% эта монета дала роста. Бешеный проект, конечно. Еще раз хочется посмотреть. Ой, какой импульс. Какой импульс просто. И вот последнее тоже. Сегодня я сейчас только что открывала сделочку. Смотрите, 6 минут идет экранчик. Опять же, по GMT я открылась на повышение. Фиксанула прибыль. Просто вижу, что пробивает. Вообще, у крипты я заметила такую тенденцию. Вы находите какую-то хайповую монетку, которая прям уверенно набирает. И даже если вы не знаете, почему она набирает, скорее всего, она принадлежит какому-то проекту. Ее просто надувают для чего-то. Или киты заходят. Или что-то этот проект запустил. И просто хреначите по тренду. Вот так вот одной свечой я просто открыла сделку. Бабах, плюс 11 баксов. Опять открыла сделку, думаю, по тренду. Поняла, что уже, в принципе, может быть разворот. Подождала немножко. И фиксанула ее еще там в плюс 7. По итогу у меня, короче, 139 долларов, 99 центов на счету. Все с депозитов 16. Наверное, больше этим видео я хотела показать, что вы можете со скольки угодно денег начинать. Главное вам видеть рынок. Трейдинг, он на самом деле простой. Не так сложно на нем зарабатывать. Намного сложнее держать себя в руках, не входить в азарт и так далее. И, в принципе, вот такие ситуации, блин, с депозита 139 уже спокойно можно 100 баксов в день зарабатывать. Опять же, если вы хотите зарабатывать много с такого маленького депозита, покупайте у меня курс. Пара-пам. Вообще, в интернете очень много бесплатной информации. Очень просто много. И поэтому, если у вас нет финансов для того, чтобы обучаться платно, читайте, посвятите себя этому. Просто в чем плюс моего курса? Что он по ступенечкам вот так собран в кучу по шагам. Также вы практически все эти шаги можете просто отдельно в интернете изучить. Чуть-чуть побольше времени уйдет, но зато не потратите на это денег. Вот. А еще я сейчас начала в одну NFT-игру играть. Вот сейчас прям после этого видоса буду про нее записывать. Тоже прикольная штука. Драться покемончиками. Вот. Поэтому я надеюсь, что это вам будет интересно. Поставьте лайк этому видео, если хотите увидеть про новую NFT-игру, в которую вы можете еще по минималочке успеть залететь. Там минималка 32 бакса. Вот. А это видео будет подходить к концу. Я надеюсь, что оно вам понравилось. Если это так, ставьте огромный пальц вверх, жмите подписаться на канал. Всем хорошего настроения, всем огромного профита, всем пока!